Привет! Этот маленький компьютер отпраздновал свое 20-летие. На самом деле не так уж и мало, но это было большое событие еще в 2001 году. Первый профессиональный настольный компьютер Apple с процессором G4. И это все он. Apple Power Mac G4. Apple Power Mac G4 это серия персональных компьютеров, проектирующихся, производящихся и продающихся Apple компьютер. С 1999 года по 2004 создавался как часть линейки Power Macintosh. Построенный по архетипу PowerPC G4, Apple Power Mac G4 вышел на рынок как новый персональный суперкомпьютер от Apple. Это первый продукт Macintosh, который официально сокращался как Mac. И последний Mac способный работать на классической Mac OS. Стиль корпуса введенный Power Macintosh G3, Blue and White, был сохранен в течение всего пятилетнего производства Power Mac G4. Но были значительные изменения для того, чтобы соответствовать развивающемуся промышленному дизайну Apple и для лучшего охлаждения. Он довольно-таки тяжелый, проверен, но при этом и большой. Но первое, что бросается в глаза, это, конечно же, качество сборки данных моделей. То есть, если сравнивать с современными корпусами компьютеров, то он очень даже выигрывает. Если рассмотрим чуть подробно переднюю панель, то все как и у всех. Динамик, кнопка включения питания и дверца шаг для приводов оптических дисков. На задней панели корпуса имеем стандартный разъем для питания, выходы видеокарты, также длинный разъем ADS. Также у нас разъем для телефонного модема, аудиоразъемы, Ethernet-разъем, два порта FireWire. С компьютером также шли проводные клавиатура и мышка, но разъема для них специального не было, для чего нужен был специальный переходник. Ничего вам не напоминает нового с Apple и Type-C? А теперь легким движением открываем наш корпус. И наш в узор падает все содержимое материнской платы. Чтобы быть наравне с интеловскими процессорами, процессору PowerPC нужно было просто разогнать до огромных температур. А при таких температурах воздушное охлаждение уже не подходило, и нужно было переходить на водяное, что было и введено в систему PowerMac G в 5 системы. Далее Intel с выходом Pentium 4 все больше и больше наращивал мощности с меньшими энергозатратами. А Apple сдалась и перешла на процессоры конкурентов, понимая, что дальше наращивать водоплог у нее не получится. И тем самым они были неконкурентоспособны PowerPC, процессор сошел на нет. А вот и материнская плата со всеми установленными компонентами. Оу, я даже вижу заводские пломбы. Интересно. Процессор находится под огромным алюминиевым радиатором и пластмассовой защитой сверху. Память формата CD-RAM DDR2 Diode, также с карточкой Anti-Rage 128,16 МБ. Также здесь есть порт, точнее R-порт для карточки с расширением, но у нас она отсутствует. У нас имеется два жестких диска на 40 ГБ. Даже без термопасты. Вот такой вот у нас процессор. Он с целую мою ладонь, вы посмотрите. Также была версия с двумя процессорами, распаянными на одной такой же плате. В то время один такой процессор с легкостью разносил щепки Pentium 3, флагманский процессор компании Intel. Но в момент, как вы знаете, Apple все-таки перешла на процессор конкурента. Ну, вот такой небольшой обзорчик у нас вышел профессионального, персонального компьютера от Apple, выпущенного еще 20 лет назад. Честно, я думаю, что дизайн Quicksilver является значимым. И мы обязательно его сохраним на долгие годы, приведем в порядок и, возможно, даже запустим. А все это в следующих сериях.